Мои любимые, доброе воскресное утро. И слава богу, еще утро. У нас время 11 часов утра. Какое сегодня замечательное небо. Погода сегодня ожидается 22-23. Я на балконе. Напоминаю, что воскресенье день в Турции выходной. Народу на улицах до обеда будет мало. Прекрасная новость. Привезли свежий хлеб в магазин. Не для завтрака. Я сейчас спущусь, куплю свежий батон. Я уже знаю, на этом грузовичке привозят хлеб. Кофе я еще не пила. Так, так, так. Садится он. Открывает. О, батон бросил. Видите, батон упал. На это, как сказать, на пол. Он батон забросил. Ой, у меня сигареты закончились. Я уже просто удивляюсь, когда же этой Розе будет конец. Посмотрите на нее. Класс, да? С 6 декабря. А сегодня? А сегодня где телефон? Не знаю, где телефон. Доброе утро, мои любимые. Доброе утро. И для такого раннего, для меня утра, я уже приняла душ. Отмежает грузовичок с хлебом, который привез. Я уже приняла душ. Я уже намазала лицо кремом. Я уже расчесала волосы. Я уже заправила кровать. Так, подожди. Мне нужно прийти в норму. Я вчера очень мало пила воды. Сегодня до обеда я буду пить воду. Мне нужно восполнить вчерашний недостаток воды и сегодняшний компенсировать. Я это вижу сразу же. Когда я начинаю мало пить воды, я сразу же это чувствую. По своим слизистым, по своей коже. Вообще все. Даже крем впитывается не так. Вообще я свой организм чувствую на раз-два. А, ободок. Ободок не потому, что хорохорись надела, а потому, что еще успела сделать маску для лица. Вот так вот. А я в шортах. Я в коротких шортах. А в футболке. Какая машинка. Такая маленькая, да? Как такая. Как придавленная такая к земле. Я вот руки вымыла. Пахнет бияссабон. Пахнет мылом белым. Блять, муха. Кстати, у меня муха из квартиры все еще не вылетела. Как она мне надоела, сука. Хороша хозяйка, да? Все еще не собрала белье. Наволочки. Лифчики. Вон какие девчули, да? На мотобайке едут. О, какие. Привезла то ли маму, то ли свекровь. Смотрите, красивая женщина. Да не эта, не эта мокрощелка в розовом костинке. Вот та женщина красивая. Посмотрите, у нее серьги такие. Не знаю, вам видно или нет. У нее серьги такие. И юбка длинная. Кофта. Она одета в правильной, в принципе, цветовой гамме. О, ничего себе, да? И такие серьги. Я люблю таких. Я люблю таких. Что, закрыт, что ли, магазин? Мотобайк. Директор магазина здесь. Мне нравится рассматривать местное население, когда оно действительно стоит того, чтобы посмотреть. Когда какие-то вот такие свежие люди. Вот смотрите, да? Красотка поехала. Поехала она, как сказать, за хлебом. То ли с дочерью, то ли с невесткой, то ли с чем. О, телефон. Слава тебе, Господи, нашелся. А ну? А ну? 18 декабря. А ну? Ну и по доброй традиции, моя жопа в зеркало. В коротких шортах. Макси жопа в мини-шортах. Это хорошее у меня, знаете, к себе отношение. Видите, как я себя люблю? Нисколько не комплексую. Нисколько. Все, срочно на балкон. Наслаждаться этим спокойствием. Насладиться этим прекрасным утром. Планирую сегодня на море. Кстати, я вчера плавала всего лишь 40 минут. Открою сейчас водичку минеральную. Посмотрим, сколько градусов. Аланье, погода сейчас. Сейчас в Аланье 21 градус. Малооблачно. 21 градус. Неплохо, да? Так, так, так. Штатив, штатив. Опять началось оповещение. Вот это вот звуковое. Неплохо, да, для зимы, для 18 декабря неплохо в Аланье? Но я, знаете, вам что хочу сказать? Постоянно такой вопрос. И в комментариях, и в личные сообщениях. Вы постоянно пишите, что вы тоже хотите зимовать в Аланье. Знаете, зима в Аланье, это, знаете, тоже палочка-то о двух концах. О двух концах. Приедьте сюда, например, в середине января, когда начнутся дожди. Январь, февраль, а то и март. Это достаточно холодные месяца в Аланье. И из-за влажности здесь не так комфортно. Ну, я человек с Урала, для меня норм. Для меня... Эти шорты. Эти шорты мои. Господи. Надо убрать. А то они прям с середушем светят в эту... В камеру. Зима в Аланье, это не так уж и просто. Ну, например, вот все еще. Мне вот не верят люди, что я не включаю никаких дополнительных средств для обогрева помещения. Не холодно. Я хожу в шортах. Подтвердят те люди, с которыми я вечерами разговариваю по видеосвязи. То есть я разговариваю, мне мама говорит, им тебе не холодно? Я говорю, нет, не холодно. Она говорит, что ты голиком ходишь? Ну, я вот как хожу здесь вот в шортах, там, ну, в футболке. Все равно перед этим... Ой, минеральная водичка. Я еще ни разу не включала на обогрев помещения. Ни разу. Да я думаю, что я... Я и в том-то году, когда была сравнительно такая холодная зима по меркам Турции, по меркам Аланьи. Прошлая зима была один раз в 30 лет. Такая была зима. Я и то включала кондиционер, когда выходила из душа, чтобы не заболеть, когда у меня были мокрые волосы. Единственное. Ну, здесь, понимаете, здесь у меня же еще потолки высокие. И здесь протопить помещение, это просто... Это реально, это не протопить. Кондиционером не протопить помещение. Нужно, наверное, обогревать. Я помню, когда... Мы с Миланой ходили покупать обогреватель. Но у Миланы старый дом. Старый турецкий дом. Моя подруга, которая чеченка. У него старый турецкий дом. И там совершенно друг... Все по-другому. У него такого плана дом. Ну, вот. Вот как напротив. И мы покупали обогреватель. Они мерзли. Я не... Я не мерзла. Еще постоянно вопросы задаете. Как переезжать, если с детьми? Какая школа? Какая то? Как все? Слушайте, как вы задаете такие вопросы? Я прям, вот, знаете, не знаю, как отвечать на них. Но по поводу школы... Не знаю, может быть, у Наташи спросить по этому поводу. Ну, вот Милана ходит в русскую школу. Она находится в Кистелле. Называется Классика М. Обучение платное, дорогое. Четыре с половиной тысячи долларов в год обучения. Ой, надо снять. Уже уши надавило. Как бы сказать, среда вроде бы такая неплохая. Но мы же оцениваем образование не с точки зрения, как приняли вашего ребенка. А мы с точки зрения полученного образования, это, наверное, все равно нужно как-то судить по итогам года, по итогам успеваемости, по итогам того, как ребенок будет поступать в высшие учебные заведения. Какие только вопросы, понимаете, и все в личные комментарии пишут, Инна, что по поводу недвижимости, какие цены на аренду. Инна, не знаю, какие цены на аренду. Не знаю, ты на квартиру свою купила, и на квартиру свою, и на квартиру себе в Алане никогда не снимала. Цены сейчас меняются, повторяю еще раз. И недавно заходила домой, тоже шла откуда-то. Вот здесь вот на углу нашего дома стоит мама. Ну, молодая девушка, ну как молодая, лет 35, наверное. Двое деток у нее. Один в коляске такой, сидячий, может, годика полтора. Второй вот рядом идет, лет, наверное, 6-7. Ну, такой вот, взрослый такой уже мальчик. И она идет ко мне к входу, и я сначала подумала, ну, может, какие-то арендаторы в нашем доме. А она шла, у нас же дом красивый, она, может быть, подумала, что это отель, либо апарт-отель. Она заходит, видит, что там на ресепшне никого нет, но у нас просто вот, да, заходишь, вот два кресла, и все, вот при входе. И она меня спрашивает, типа, вы же говорите по-русски? Я говорю, ну, конечно, по-русски, конечно же говорю. Это, говорит, не отель, да? Я говорю, нет, это жилой дом. Она говорит, мы квартиру ищем, вот мы хотим на зиму квартиру. Вы не знаете, кто сдает? Я говорю, нет, не знаю. Не знаю. Вот просто не знаю. Она говорит, мы сейчас остановились в отеле, но отели зимой закрываются на ремонт. Ну, в принципе, в отелях не всегда удобно останавливаться с двумя детьми, которых нужно кормить. Это же нужна кухня, это же нужно, во-первых, и самой готовить, потому что турецкая кухня не всем заходит. И где-то там маленький, может где-то подогреть молочко, там, то, сё, питание детское развести. Я говорю, не знаю, кто сдаёт. Цены сейчас варьируются. Вы знаете, с осени, с осени цена, и так-то она была высокая, а здесь она просто вот так вот до нельзя подскочила. Люди снимают квартиры и по три, и по четыре тысячи долларов. Представляете, раньше за эти цены можно снимать было виллы, там, на тысячу квадратных метров, ещё буквально год назад. А сейчас это обыкновенная квартира, причём не самого лучшего ремонта, не самой лучшей локации. Все хотят получить и гражданство, и вид на жительство. Я говорю, что сейчас нужно постоянно следить, рука на пульсе, чтобы была, как говорится. И законодательство меняется, и всё меняется. В любой стране мира всё меняется сейчас так, всё стремительно меняется. Я даже вот ничего вот вам последовать не могу. Я вам не советчик в этих отношениях вообще, мне повезло. Мне повезло, я, знаете, как-то вот приехала, купила квартиру, и сразу же влилась сюда вот в общий, как сказать, в такой ритм жизни. И живой наслаждаюсь. Люди, которые переезжают спонтанно, ну там, то вы понимаете, да, что нужен такой вот финансовая подушка безопасности. Работу вы здесь не найдёте. Вот, кстати, у меня знакомый, что, блядь, тереблю волосы, надо их сделать обратно. У меня знакомый Вовка, мой подписчик, сейчас обдумывает возвращаться в Россию, потому что он хочет развивать свой бизнес. А здесь это просто, ну, не вариант сделать. Как вести бизнес, какое законодательство, визы толком не оформишь. На турков работать ты не пойдёшь, потому что в Турции сама по себе большая безработица, огромная. Турок, конечно же, лучше даст работу турку, потому что они друг другу понятны. Не захотят они брать иностранца. Если есть возможность удалённого какого-то заработка, либо сдачи квартиры на родине, ну, как бы, в аренду, то это, конечно, да. Но стоит, вот, знаете, принято считать, что в Турции жить дёшево. Нет, нет. Цены очень поднялись. Очень. Вот, допустим, если переводить на рубли, то это не так дорого. Например, цена в магазинах, цены на рынках, это не так дорого. Но вы забываете, что мы живём в лировой зоне. У нас здесь всё в лирах. Постоянно всё в лирах. Я, слава богу, я этим не пострадала, потому что у меня зарплата в долларах. А относительно, допустим, если как туркам жить в Турции, дорого. Вот минимальная заработная плата 5500. С начала года она повысится. 9000, что ли, будет лир. Ну, сейчас точно 5500 минималка в Турции. Это мало. Это мало, понимаете. Если квартиру сдавать, снимать в аренду, это очень мало. Ну, мы сами понимаем, что от минималки это... Минималка это и есть минималка. Люди зарабатывают больше. Люди зарабатывают больше, но... Ну, местному населению живётся очень сложно. Сложно живётся местным людям. Сложно, сложно, сложно. Женщина идёт такая в джинсы. Такая модненькая. Очки уже солнечные. Купаться пойду сегодня. Мне, конечно... Кстати, я всё ещё не купила билеты. Мне нужна кровь из носа оплатить налоги, купить билеты. Это опять такие расходы. Это опять такие расходы. Подожди, а может, в эфир выйти? 11.27. Может, в эфир выйти? Пиздец с вами. Не знаю. Не знаю. Можно, да? Посмотрим, как качество интернета... А, кстати, вчера у нас была ярмарка. И сегодня тоже будет. Вот эти вот два дня в Аланье рождественская ярмарка. Вчера вечером ходили туда. Я не снимала, везде играет музыка. Знаете, сложно делать свою работу, когда тебя за неё потом накажут. В том плане, что ты не сможешь всё равно выложить это на YouTube. Потому что это авторские права. Отовсюду гремит музыка просто. И у меня не такая хорошая съёмка вечерняя, ночная, на моём телефоне. Это, может быть, было даже не так интересно бы смотреть. Но само по себе очень такое красивое мероприятие. Если сегодня предоставится возможность, в течение дня, может быть, я дойду до ярмарки. Она здесь, в центре, недалеко от меня находится. Я сейчас подумаю, может выйти в прямой эфир. Такой едет Fiat, такая машинка. Знаете, такой низкий Гелендваген, понимаете, да, о чём? Тип кузова такой же, как у Гелика, но это Fiat. И вот низкая, низкий Гелендваген. Какая розочка, какая розочка милая! Какая вообще! Слушайте, я иду на рекорд. Я иду на рекорд. Да вроде бы, знаете, вот так вот сняла видео, вроде бы думаешь, ну, всё уже выговорилось. Эфир, это всё равно уже нужно определённое настроение. Ещё понимаешь, что утро, начало дня, ты ещё, грубо говоря, кофе не пила. Ну, нет, я проснулась, я проснулась, очень хорошо себя чувствую. И выспалась, и всё, и такая отдохнувшая. Сейчас буду пить водичку, кофе буду пить чуть позже. Эфир понимаешь, что тебе нужно будет час. Не отлучиться от эфира. И сидеть его, читать, и будет опять много спама. Ну, хочется поболтать, понимаете, с адекватными людьми. И если ты как-то свой эфир анонсируешь заранее, то хейтеры тогда вообще просто подготовятся, они прям зайдут вот в это время, вот и будут сидеть, своих десяти аккаунтов спамить. Убрать кого-то модератора нет. Не доверяю никому. Не доверяю. Не доверяю. Какая милота. Вы ещё спрашиваете про Мерта. Всё у него хорошо. Наши отношения сейчас, я бы не сказала, что в разрыве, нет. Ну, такая какая-то такая пауза есть. Но я его вижу, регулярно вижу. Я его вчера видела. Он работает много. Он устает. Он такой зануда, блядь. Вообще пиздец какой. Вообще. Не то, чтобы не мой человек. Может, и мой. Я вообще, знаете, верю. Я верю в отношения, что если люди встретились, и вот сразу же всё легко с твоим мужчиной, когда он твой мужчина, всегда всё легко, всё просто. Никакие вопросы даже задавать не нужно. Ты уже всё априори знаешь. Когда у вас сходятся взгляды на мироощущение, на мировоззрение. Он такого же типажа, как, знаете, как мама у меня. Он тоже постоянно... Ты лежишь, ты гуляешь. Я говорю, что мне делать? Скажи мне. Ну, что мне делать? Чем заняться? Ну, вот вымыла я пол, например. Чем мне заняться? Куда мне пойти там? Надо ребёнка рожать. Женщина должна заниматься домом. Я говорю, я занимаюсь домом. Женщина должна заниматься детьми. Надо ребёнка рожать. Он, знаете, так ощущение, что он в Советском Союзе родился. Вот такого плана он. Ответственный. Он неплохой. Что, кстати, для турков, это немаловажно, он ответственный. Турки, они такие, знаете, радио бла-бла-бла-бла-бла. Тут же сказал, тут же забыл. Причём врут, знаете, по мелочам. Врут по мелочам и даже там, где вот их не спрашивали, не просили сказать их мнение. Просто подойдут и наврут. Ну, вот касаемо вообще любой ситуации. Вчера ещё охал и ахал штрафы повышаются за вождение без ремня, за вождение в алкогольном опьянении. Ну, в алкогольном опьянении машину не водят. Повышаются все штрафы с нового года. Соответственно, вид на жительство будет стоить дороже при оформлении. Всё будет стоить дороже. А, по поводу. Вот мы сидели из F-ресторана видео. Наташа сидит, пьёт, ведь она за рулём. А что у нас, нельзя пешком пройти? А что у нас, нельзя на такси приехать, на автобусе? Тебя не может довезти друг или подруга? Почему вы сразу решили, что Наташа за рулём? Да столько, сколько у Наташи ответственности внутри, вот этой вот собранности. Никогда в жизни Наташа за рулём пьяная, ну, допустим, выпившая, ездить не будет. Наташа дисциплинированный человек. Вы плохо знаете Наташу. И, кстати, вам для сведения, для справки. У Наташи был папа директором автошколы. И вы просто поймите, какое получила она воспитание и уважение вот к водительскому вот этому всему. Не сообществу, а вообще она понимает, как правильно ездить. Понимает. Кстати, Олесичка скоро приедет. 18 декабря. 18 декабря. Сегодня воскресенье. 11.33. 11.33. Я вас люблю. Говорила? Так вот, говори. Всё, конец видео. Наговорилась. В эфир не выйду, потому что я уже всё высказала вам, всё, что хотела. А в эфир, знаете, сидеть, следить за чатом, там, то, всё, читать ваши гадости. А люди же ещё когда... Подождите, ещё договорю поставить наш тетев. А люди же ещё заходят в эфир, они же ещё... Так-то вы понимаете, что монетизация сейчас, куда маленько на YouTube. А вы же ещё понимаете, делом своей всей жизни написать гадостливых комментариев, чтобы я вам дала какую-то ответную реакцию. Например, не ставить лайки. Ай. Конечно же, всегда говорю спасибо огромное тем людям, которые ставят лайки. Но вас так мало. Вас так мало, потому что я смотрю, относительно своих просмотров... Относительно своих просмотров вы ставите так мало лайков. Ну, конечно, я понимаю, что там много дизлайков. Дизлайки сейчас скрыты на YouTube, и они скрыты даже для самих блогеров. Даже я. Даже я не вижу количества дизлайков. Ну, типа, якобы для защиты авторов. Ну, типа, для нас, для защиты. Ой, заебалась. Ну, всё, выговорилась. Выговорилась. Пойдущий, наверное, налью водички. Позвоню маме. Позвоню маме. Спрошу, как дела. И... А, кстати, у меня Полинка сейчас в Египте. Напишите, что ты сейчас... Что, почему рейсы задерживает? В новостях смотрю... Постоянно рейсы задерживают. Из Египта, в Египет. Ну, Полина летела... Они на 9 дней. Полинка летела на 4 часа, задержали рейс туда. А обратно вообще на сутки, на двое задерживают. Разговаривала сегодня с ней, ну, так, на голосовых. Она говорит, что, я не знаю... Вдруг, вдруг, говорит, задержат рейс. Вдруг задержат. Говорит, я согласна. Говорит, и 2, и 3 дня здесь ещё дополнительно посидеть. Говорит, что там за ситуация? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Кто в курсе? Я сюжет видела по телеку мельком. Не поняла, при чём задержки. Ну, всё, сейчас точно конец видео. Пока.